В эти минуты в Астане продолжается обсуждение итогового документа с странами-гарантами по урегулированию сирийского вопроса. В трехсторонней встрече участвуют представители России, Ирана и Турции. После чего с проектом коммунике должны согласиться Дамаск и вооруженная сирийская оппозиция. В столице Казахстана уже вторые сутки работает наш корреспондент Наталья Юрьева. У него попытаемся узнать все последние данные. Наташа, понятно, что очень много разногласий и противоречивой информации относительно предварительных итогов переговоров. Но все же о чем говорят в кулуарах и возобновятся ли переговоры с участием главных сторон конфликта? По последней информации, которую мы получили от наших источников, близких к переговорам, сейчас проходит встреча российской делегации с представителями сирийской оппозиции. За моей спиной вы видите, какое количество журналистов здесь, в отеле, в холле, отеле Риксос ждет, когда к нам выйдут участники переговоров, чтобы рассказать, о чем они все-таки договорились, рассказать последнюю информацию. Дело в том, что уже сейчас понятно, что все задерживается. Три часа назад должна была начаться итоговая пресс-конференция, на которой обещали обнародовать финальное коммунике по результатам переговоров. Но пресс-конференция до сих пор так и не началась. Информация крайне скупая. Из-за этого мы, журналисты, узнаем о происходящем только когда здесь, в холле, появляются участники переговоров. И вот, например, спецпосланник агент СЕК ООН по Сирии, Стафана Демистуру, около сотни журналистов буквально атаковали и не давали пройти обратно на переговоры. Тем не менее, он рассказал корреспондентам о том, что сейчас происходит. Мы работаем изо всех сил над итоговой декларацией. Если будет принят тот вариант документа, который мы видим, то это внушает оптимизм. Мы считаем, что процесс прекращения военных действий станет более устойчивым. Важен каждый момент, потому что речь идет не о бумаге, а о прекращении военных действий, о спасении жизней. Главные темы обсуждения — контроль за исполнением режима прекращения огня и его распространения на всю территорию Сирии. Обсуждают также, как именно будет происходить мониторинг со стороны трех стран-гарантов России, Турции и Ирана соблюдения перемирия. Как нам сообщили источники, близкие к переговорам, главный камень преткновения сейчас — это все то пресловутое размежевание террористов и вооруженной оппозиции. Дело в том, что режим прекращения огня не распространяется на борьбу с террористами, которую ведет правительственная армия. При этом вооруженные группировки часть формирований не признают террористическими и требуют прекращения огня. Давайте послушаем, что сказал нам в эксклюзивном интервью представитель оппозиции, член Сирийской свободной армии. Наша первостепенная задача — вести режим прекращения огня. После того, как этот режим будет установлен, мы сможем обсуждать другие аспекты. Но сейчас мы должны быть уверены, что все стороны будут соблюдать условия прекращения огня. Есть нарушения. Между сторонами конфликта вспыхивают столкновения. В подобной ситуации тяжело решать какие-либо политические вопросы. Представители официального Дамаска ситуацию пока никак не комментируют. Нет понимания, и когда закончатся переговоры. Дело в том, что сюда к журналистам выходили оппозиционеры, которые заявили, что они готовы и хотят договариваться, и ради этого готовы остаться на столько дней, сколько нужно. Но при этом Стафан Демистура заявил, что он надеется, что переговоры все-таки завершатся именно сегодня. Максим. Спасибо. Всю последнюю информацию о ходе сирийских переговоров в Астане передавала Наталья Юрьева. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова